Ладгальская студия В Резакнинском крае существует традиция честовать супружеские пары, отмечающие золотые или бриллиантовые свадьбы. О секретах долгой и счастливой совместной жизни, о молодости, детях, внуках и правнуках, о умении принять свой возраст и о том, как находить радость в привычных делах, спешу спросить у бриллиантовых юбиляров Ефимии Ильи Грузновых из поселка Малта Резакнинского края. Драгоценной наградой для них сегодня является семья. Они вырастили и воспитали сына и дочь, счастливых бабушку и дедушку радуют четыре внука и пять очаровательных правнуков, которые наследуют добрые традиции и ценности семьи. Малта по латгальским меркам большой поселок с тремя с половиной тысячами жителей. И вот уже почти 30 лет здесь, в многоквартирном доме, в квартире на четвертом этаже, проживает дружная семья Ефимии и Ильи. Хотя сейчас они живут вдвоем, в их доме часто звучат голоса приехавших в гости детей, внуков и правнуков. А если они заняты и не могут приехать, то телефон звонит по несколько раз в день. Все волнуются, как там дедушка с бабушкой, не нужно ли им что-нибудь. Мои собеседники Ефимия и Илья Грузновы очень скромные люди, не привыкшие много рассказывать о себе. Поэтому мне в помощь их внук, тоже Илья, молодой парень, обожающий своих бабушку и дедушку. Ефимия меня зовут. Ефимия? Ефимия. Ева Фимия. Ну, Староверская. Староверское имя. Я родилась в деревне Войнова. Это где-то? Клофейман. Да, 7 километров отсюда. Наверное, в Староверской семье? В Староверской семье, да. В Староверской семье. Нас было 4. Ну, и отец женился второй раз. У них было два ребенка еще. Сестричка и братик был у нас еще. Так что 6 человек было у нас, детей. В нашей семье мы все пока выросли, мы жили в одной семье. Все жили. Вот. А как уже выросли и пошли туда-туда. Да, я кончила 7 классов. В Войнове ходила. Там была школа. 7 классов кончила только. Пошла работать. Мы жили в Стружанах. В Стружанах мы жили 30 лет отжили. Турзавод там был. Квартира у нас была. Все. Дети выросли там и родились. Здесь не было работы. Вот началась перемена жизни. Началась перемена. И мы в свой край поехали. Купили квартиру эту. Мы когда приехали, конечно, было народов здесь много. Все. Потом разъехались. Работы не стало. Люди разъезжаться стали. Маледная наша есть. Так что ходим в маледную. Говоря с людьми, прожившими им вместе 60 лет, так и хочется спросить их, каков же секрет такой долгой совместной жизни? Ведь свою тогда 14-летнюю Фимочку Илья встретил на танцах. И лишь после 5 лет дружбы они сыграли свадьбу. Какой у вас рецепт такой долгой совместной жизни? Не знаю. Как и сказать вам. Жили, работали. Мы познакомились в Фиманах там. Когда вы познакомились? Сколько вам лет было? В 58-м году. Мне было 18 лет, ей 14. И потом вы пошли в армию? Вот она ждала и дождалась, и поженились. Люди, которые посвятили друг другу 60 лет своей жизни, достойны настоящего уважения. А их 60-летний брак входит в историю их поколения. Вот и младший Илья признает, что гордится своими дедушкой и бабушкой. И во многом старается быть похожим на них. Ведь оба они трудолюбивые, очень доброжелательные и такие родные. Поэтому их все любят, и их бриллиантовый юбилей праздновали все вместе, всей большой семьей. Собрались дети, внуки вместе, все ближайшие родственники. Посидели вместе в ресторане, повеселились, потанцевали. И сейчас в мае было большое мероприятие Лузного смуежа, где Розыкненский Новот поздравлял золотых и бриллиантовых наших людей. И дедушка с бабушкой тоже получили подарки, грамоту от Розыкненского Новота. Да, красивое мероприятие очень было. Трудно ли было уговорить дедушку с бабушкой? Я знаю, что не всегда хочется куда-то ехать на мероприятии. А мы уже раскусили, как надо их уговаривать. Мы им предлагаем в последний момент за день или за два, говорим, надо ехать, чтобы у них не было времени подумать, передумать, осмыслить, чтобы это было спонтанное решение. Сели и поехали. Сомнения были, но я думаю, они не пожалели, что они поехали. Ну, мы с годами их раскусили. Да, вот сейчас летом у бабушки будет красивый юбилей. Все внуки и правнуки вместе тоже соберемся. Дедушка трудолюбивый. Семь раз, от меры один раз отрежь, это точно про него. Я думаю, нет работы, с которой он не мог бы справиться. Работа и с деревом, со стройкой, с рукоделиями, с любой работой в огороде. Он справится со всем. Он в свои 83 зимой залезает на крышу и лопатой счищает снег. С этого дома? Нет, не с пятиэтажки, на огороде домика. Зимой заезжаем, где же у нас дед? А он на крыше снег чистит. Какая бабушка? Всегда всех хочет накормить. Типичная бабушка, которая, если ты не предупредишь, что ты приезжаешь, она будет злиться, что не предупредили, потому что не успеет сварить картошку и пожарить котлеты. А как ты помнишь с детства бабушку? Я помню, они приезжали часто. Я сам в стружанах жил, они уже жили в Малтии. Приезжали часто, ждал. И когда уезжали, все время плакал. Не хотелось, чтобы они уезжали. Уезжали, хотелось бы, чтобы они рядом все время были и оставались. Все у нас хорошие, все внуки и внучечки. Все хорошие, все, все, все. Одна внучка в разок, а вот две внучки в разок. Как бабушку поздравить? Что бабушка всех больше любит? Сюрпризы любит. Я думаю, она не будет рада, если ей подарят срезанные цветы или что-нибудь, что пропадет через пару дней. Конечно, будет приятно, но это на время. Лучший подарок – это воспоминания. Один из юбилеев. Мы поехали, спонтанно собрались и поехали кататься на кораблике по Фиманскому озеру Вимана. Тоже спонтанный сюрприз получился. Вспоминает еще сейчас. Что бы вы пожелали молодым людям, которые женятся, которые только образовываются? Я бы пожелала им, чтобы они уважали друг друга, любили бы друг друга и прислушивались друг к другу. Что бы вы пожелали? Дороги им открыты и нашли сами себя. А вы нашли сами себя? В свое время, да. Когда-то я у бабушки спросил, может, год-полтора назад, какой совет ты дашь молодежи, чтобы прожить жизнь весело? Она задумалась и сказала, на танцы надо ходить. Вот так они всю жизнь не танцуют друг с другом, уже 60 больше лет. Ну да, вы на танцах познакомились. Дедушка в своей 83, кстати, еще на машине гоняет. Бабушку возит, катает. По всем делам, куда надо. Уже, наверное, лет 5 назад он продал свою легендарную машину. У него был москвич. И именно по москвичу его все и узнавали. Очень жаль, что он продал эту машину. Ну, и на марке, и на марке. В 87-го года она еще по Риге ходит. Тут москвич. Еще живет? Да. Какого цвета москвич был? Темно-зеленый. Это легендарная машина, с которой ассоциируется дедушка и бабушка всем моим друзьям и родственникам. Как только в поселок Стружаны, когда в гости ехали, заезжал зеленый москвич, вот твой дед приехал. Говоря, сейчас празднуют разные праздники. Какой ваш самый любимый праздник? Всем. Всем празднуем, все. Ну, а вообще религиозное? Ну, любой. Пасха. Пасха самое, да. С чем это ассоциируется? Ну, может, интересно. Яички красим, печем Пасхи. Пост большой. Да. Вы соблюдаете пост? Ну, да. Илья, ты тоже соблюдаешь пост? Я такой старовер 21 века. Как это выражается? В чем? Не настолько придерживаюсь всем строгим староверским законам. Как придерживаются дедушка с бабушкой, как придерживались их родители. Времена другие, да. Ну, с верой ты не на вы, а на ты. Ну, да. Конечно. Ходишь в храм или моледно? По праздникам. Моледно по праздникам, да. Пасха, Рождество, Илья. И на исповедь. Это тебе от бабушки с дедушкой передалось? От бабушки с дедушкой, да. От родителей. Это религия. Как бабушка с дедушкой, они вообще каждое воскресенье, каждый праздник. Они очень много лет служили в моледной и работали там. Там бабушка певчая, очень красиво пела. Ну, вот решили и с моледной тоже на пенсию уйти. Да, ну, наверное, уже все-таки это тоже нелегко там, да. Служба довольно долгая. Служба долгая. Отстоять надо терпение. Крепкие спины, крепкие ноги. Хороший голос, как у бабушки, чтобы петь. Там терпение и голос есть, но здоровье тоже нужно беречь. Да, чтобы... Я так понимаю, что бабушка с дедушкой любили, и, наверное, любят еще по-прежнему танцевать. Ну, уже скромничают. Но я верю, что они, когда внуки выезжают, вечером танцуют по комнате. Чтоб их никто не смущал. Глава семейства Илья Старший, как и его супруга, всю жизнь много работали и успели пожить в разных местах Латвии, даже в Энспасе, у моря. Потом долгие годы пара жила в Стружинах, где Илья трудился на фабрике по переработке торфа, а Ефимия в коммунальном хозяйстве. Из молодости, из времен, когда они на танцы ездили, как дед на бульдозере приехал в клуб, припарковался возле клуба и пошел танцевать, приглашать свою Фаину. Я думаю, сейчас это было бы хорошее зрелище, если бы кто-то на тракторе приехал бы к клубу, возле крыльца припарковался и пошел бы танцевать. Да. Дед всю жизнь отработал на технике, на сложной довольно-таки технике торфооборочной. А Б-категорию легковые права только во сколько лет ты сдал? В 57. В 57 лет. Некоторые в такие годы уже думать не могут. А дед на права сдал. Уже 25 лет. Времена были, ну не скажем легкие, но вы все-таки свою молодость... Но веселые были времена, очень веселые. Много молодежи было в деревнях, каждый день, всю неделю, кроме субботы, были танцы. Всем деревням, по очереди. А как работали? Работали и ходили на танцы. Бабушка, помню, с рассказов, говорит, первый раз приехал, ну не подошел, не пригласил. Второй раз тоже вроде не пригласил я на танец. На третий раз, ей уже подруги говорят, вон твой приехал. Только на третий раз на танцы где-то уже да, пригласил бабушку. Домой ходили пешком по железной дороге. Сколько было, бабушка, дома километров? Пять километров ходили пешком уже под утро, танцев, волков, море. Встречали волков? Бывало. Не страшно было? Нет. Мы же не одни ходили, нас много было. Мы соберемся группами, с песнями и пошли пять километров. Мы были богатыми, но были счастливые мы, все равно. Одно отделение секции заполняют отрывные календари. На каждом листке по полям сделаны записи. И таких календарей 58 штук. Дедушка скромный, он не расскажет, наверное. Но с какого года ты пишешь календари? А? С 10-10. Каждый день он в календарик записывает погоду, все, что важное произошло в мире, все, что произошло в семье, кто во сколько приехал, кто закончил школу, кто родился. И до маленьких повседневных мелочей, как, например, посеяли картошку, столько и столько ведер. И каждый год, каждый день у него все записано. И это сколько лет получается? С 54-го? Нет, с 58-го. 56-го лет получается. Вот погода, я с погоды начал. Ну вот в Венспене жили, я в море ходил. На рыбацком судне. Вот, а 6 баллов, ветер 6 баллов, уже не выпускают в море. И вот уже прослушаешь, запишешь. Ну и, в общем, вот ты встаешь, и уже научились определять с точностью за балла, какой ветер. А что, и уже дома сидишь. А если сомневаешься, надо ехать. И оттуда вот эта традиция и пошла такая. Да, 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 да. Почерк с годами меняется. Становится только лучше. Как вино. 1976-й год, 1-е мая. Солнечно, но холодно. Сыро. Снега осталось немного. 18 сентября 1976-го года. Копали картошку в деревне. 1981-й год, 9-е мая. На день передали до 20 градусов тепло. Посеяли в тучах картошку. Все огороднее. Попробовали первую клубнику. Уже спеет. 24 июня 1981-го года. Ну, в маленьких листочках вся жизнь в сущности. Какая-то. По крупиночке. А какая энергетика от этих календарей. Листики тоненькие уже. Старые, темные. Как-то перелистывали эти календари. Открываю. 2001-й год, 8-е сентября. Востолько-то, востолько мою маму увезли в больницу. Востолько родился внук Илья. Открывает 90-й год. Такая же запись про мою сестру. И про двоюродных сестер тоже. А вы прямо на календарике, да? Прошлый год весь июнь месяц был. Май месяц. 30 градусов сюда. 31 год доходило. Весь июнь месяц. Все есть. А сейчас месяц. Погода. Утром, днем и вечером. А что-то много, где написано? Там описано какое-то событие? Да, где что происходит. И у вас таких получается 50? Почти 60. Почти 60 календарей. А полный оттенбургский календарь. Ого. Вот-вот, если бы ей не было бы, мы такого чуда не узнали бы. С дочкой я возьму, я себе возьму. Ну, да и что, вспоминать будут. Найдут, что надо. Кто когда женился, кто когда. Все там можно найти. Илья, у вас тут целое богатство, правда? Ну, да, конечно. С годами начал еще и свое, и бабушкино давление записывать. Приезжая, лежит целый лист на столе. И красивым почерком все давления утром, в обед, вечером записано. Плюс политика. Вот это дедов конек. Это дедов конек записывает все о политике. Все, что происходит в мире. 4 мая. У деда запись. Солнечно, жара, комары заедают. Это которого года? 24-го, это да. Сделал столик под яблоней. Рядом записана погода. У вас такой почерек красивый, правда? Такой аккуратный очень. Аккуратненько, да. Каждая буковка выведена. Красивый почерк. Это видно, старая школа, старая закалка. Потому что я пишу, как курица лапой. Как доктор. Как доктор, да. А второе, что мне не разрешали писать. Только чернилами и перо. Чернилами и перо? Да. Это же очень трудно. Труднее, так проще, да. Просто писание было. Это уже развивался почерк. Несмотря на солидный возраст, и Ефимия, и Илья по-прежнему работают на своей, как они называют, фазенди. Их выращенные овощи получает вся семья. Супруги считают, что нужно двигаться. Пусть не так быстро, как в молодости, но все равно в меру физические активности нужны в любом возрасте. Смотря, как живут люди, насколько огородики держат. В Малтии занимаются огородами люди? Или все-таки это уже уходящие? Нет, у нас держат огороды в Малтии. Ну, может, не все, конечно. Но кто хочет, держат. Все еще покрепче, без весовки держат. Что у вас в огороде растет? Все растет. И лук, и чеснок, помидоры уже цветут. А тепличка есть? А тепличка есть. И морковь, салат. Ну, все, все, что... Не трудно вам? Ну, трудно, конечно. Спина болит, и ноги болят. Слушай, я так скажу, корешка, корешка, посидим. Без огорода как-то. Я думаю, не столь важно овощи, которые выращены, это привычка. И уже любовь к огороду за столько лет появилась. Что без этого никак. Вот не будем, последний год, не будем, не будем. Приходит весна, все равно. Как запахнет все, как она цветет, так все, земля запахла, уже нужно вода. Так же самое и с лесом. Ай, не поедем больше в лес. Звоним. А вы где были? Почему не отвечаете? А мы ездили в лес, вот черники набрали, ведро. Ой, какая малина хорошая. А грибов сколько его по осени собирают? Все леса. Говорит, а я шла, я повалилась опять. Не поеду в лес, я зацепилась. Через два дня звоню, а вы где? Грибы собираем. Ну да, у нас в Латгалии, вообще в Латвии, это собирание грибов, это уже как национальный спорт чуть-чуть становится. Нужно, не нужно этих грибов столько, но все равно поехать в лес обязательно. Почему вы едете в лес? Ой, как хорошо в лесу, очень хорошо. И хочется подышать этим воздухом. А тень, солнышко проживает, седу, воздух. Ну это отдых. Отдых, да. Это отдых. Хоть тяжело, но иду, зацеплюсь, упаду. Но все равно хочется. Еще интересный факт. Деда вообще зовут Илья, но почему-то с молодостью у бабушки прилипло прозвище деду. Да прозвище не понравилось ей. Не понравилось ей имя. Она его назвала Леней. И так и бабушка, и вся родня, и все гости его называют Леней. И я только, наверное, в лет 14 узнал, что деда зовут Илья, а не Леня. Я всегда был уверен, что он дед Леня. Хороший у нас внучок, хороший, очень хороший. Да, это мне было 3 года, и мне присылали уже счета за землю. Ну, а Масмакс. Ну, сейчас вообще такое хорошее время, когда дети выросли, внуки выросли. Сейчас для себя можно пожить. Да. Ну, я так не верю, что вы для себя можете пожить. Все равно, наверное, со всеми вместе. Кому что надо. Ну, вот они далековато живут. Знаете, и сейчас как ноги стали болеть. Нам тяжеловато съездить. Ну, конечно, стараемся съездить, погостить вот у сына и во внучка. А так вот, как дочка здесь, здесь она врезокно живет, а здесь они раньше жили, работала она здесь. Так мы часто помогаем им. Такие люди, которые о себе думать не могут. Они, в первую очередь, подумают о детях и внуках. Все ли у них в порядке, все ли у них есть. Да, так вот у нас есть такое. И только тогда себе. Банка там построена, мы в баню ездим. С дедом сейчас еще не каждый может в фарилке отсидеть. Особенно, когда жару подаст и париться начнет. В детстве убегал часто. Ой, они все, вот каждую минуту все позвонят. Мы у нас такое, вот поедут в Ригу, приедут с Риги девчонки и уезжают. Как приехали, они должны позвонить. Вот, и матери позвонят, и мне позвонят. Мы дома. Ну, чтоб всем спокойно было. Да, чтоб всем спокойно. Вот такие они, бриллианты Латгальской земли. Ефимия и Илья Грузновы. Гостеприимные, скромные, трудолюбивые и по-прежнему любящие и уважающие друг друга. И, как рассказывает руководитель ЗАГСа Рызакненского края Мария Дексны, таких пар в крае немного, но они и есть. В нашем крае есть люди, которым мы хотим публично во всеуслышание сказать, что мы ими гордимся. Поэтому мы уже с 2016 года организуем мероприятие, где чествуем наши золотые и бриллиантовые пары супругов, проживших вместе 50 и 60 лет. Обычно эти пары мы поздравляем в мае, накануне Всемирного дня семьи. Уже в марте и апреле мы даем объявления в социальных сетях, в волосных советах о том, что можно заявить о своих родных и близких в текущем году, отмечающих эти красивые даты. С 2016 года по 2024 зарегистрировано 78 таких пар. Конечно, наша цель, проводя такие мероприятия, в первую очередь поздравить наши золотые и бриллиантовые пары, показать, что общество ими гордится и ценит их. В то же время этим мы хотим показать нашим молодым семьям, обществу, где, к сожалению, многие браки распадаются, что могут быть такие долгие и крепкие союзы. Зная, что бриллиантовая пара Ефимия Илья Грузновы любят сюрпризы, мы решили им подарить одну из их любимых песен. С праздником! Будьте здоровы и любимы! Нет без тревог, ни сна, ни дня, Где-то жалейка плачет, Ты за любовь прости меня, Я не могу иначе. Я не боюсь обид и сон, В речку обида ганет, В небе любви такой простой, Сердце моё не камень. Ты заболеешь, я приду, Боль разведу руками, Всё я сумею, всё смогу, Сердце моё не камень. Я прилечу, ты мне скажи, Бурю пройду и пламень, Лишь не прощу холодной лжи, Сердце моё не камень. Видишь, звезда в ночи зажглась, Шапчет снежки сказку, Только бездушье губит нас, Лечит любовь да ласка. Я растоплю кусочки льда, Сердце своим горячим. Буду любить тебя всегда, Я не могу иначе. Буду любить тебя всегда, Я не могу иначе. Буду любить тебя всегда, Я не могу иначе. Латгальская студия. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Ива Тачиганы, Карина Важная и звукооператор Инд Салминч. Слушайте нас каждую пятницу сразу после 10-ти часовых новостей. Повтор звучит в воскресенье в 13.05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Латвийского радио 4.